Еврейский взгляд на мужчину. Еврейский взгляд на мужчину. Вы видите, что Господь предназначил мужчину как кого? Главу в семье. Если женщина его помощница, и она царица, то мужчина кто? Царь. Да. И поэтому мужчина как царь, нормальный царь, он не преследует своих подданных, не издевается над ними, он что? Он заботится своих подданных, он несет ответственность, да? Видите, в чем беда, допустим, нашего демократического, бюрократического общества? В том, что никто не хочет брать ответственность. Но одна из функций царя, да, принимать на себя ответственность за весь народ. Если царь принимает неправильное решение, то страдает? Весь народ страдает, правда? Даже царь Давид сделал решение о переписи, и умер столько-то человек, да? Кто пострадал? Народ, да? От ошибки царя. Потому что царь несет ответственность за весь народ. Хорошо. Итак, именно сейчас в этическом смысле. Значит, мужчина должен всегда стараться почитать свою жену. Что мы говорили почитать? Значит, уважать, да? Да, ценить достоинства. То есть, мужчина должен всегда стараться почитать свою жену. Так говорит вавилонский талмуд Бава Меце. И этот отрывок талмуда описывает также подобающее мужу поведение. Нужно быть осторожным с женой, не обижать ее суровыми словами. Такая женщина легко может расплакаться. И помните, мы говорили, что Бог за слезы жены, да? Очень тяжело спрашивать мужчины. Но самое обидное, это, знаете, насмешка, да? Насмешка, цинизм, если мужчина так говорит по отношению к женщине. И вот эти отношения потом, мы будем говорить о разрушении, восстановлении отношений в семье, очень долго и очень трудно восстанавливаться. Даже одно неосторожное слово, да? И потом все рушится. Была любовь и нет любви. Все, конечно, можно исправить, но это трудно. Талмуд говорит, что уважающий жену-супруг всегда советуется с ней перед принятием любого решения. Так? Значит, Талмуд говорит, что уважающий жену-супруг всегда советуется с ней перед принятием любого решения. Не только какого-то решения, которое касается ее или ответственного решения, но при какого решения? Любого, да? Но, опять-таки, я говорю, ответственность за выбор лежит на ком? На уши. Он не может сказать, моя жена там мне посоветовала. Помните, так кто сделал? Адам, да? Ну, Адам все равно был наказан за то, что он поступил, что он нес ответственность. Если жена твоя ниже тебя, не уклоняйся и говори с ней. То есть, даже если ты считаешь, что жена твоя хуже и ниже тебя, да, что она глупая, все равно нужно советоваться с ней. Принимать решение – это уже твое. Значит, Ваглонский Талмуд говорит так. Трактат Ивамот 62Б. Значит, Ивамот, мы говорили, это что? Устройство, да? Ивамот означает устройство. Слово Бен в жесарде, да? Итак, устройство семьи. Ваглонский Талмуд говорит, следует любить свою жену, как самого себя, а чтить ее больше себя. Любить жену, как самого себя, а чтить его больше себя. Кстати, еврейская этика подразумевает, что поскольку надо любить другого, как самого себя, значит, как можно себя любить? Хорошо, да? Чтобы другого любить хорошо, себя хорошо надо любить. Поэтому, прежде всего, надо научиться любить себя. Если я говорю, что люди должны научиться любить себя, вот многие христианские авторы скажут, что-то он не то говорит. Но мы не можем научиться любить кого-то, если мы не любим самого себя. Итак, следует любить свою жену, как самого себя, а чтить ее больше себя. Это любить жену, как самого себя, говорят комментаторы. Это часть, так сказать, частный случай от общей заповеди. Любить ближнего, как самого себя. А кто самый ближний к тебе? Жена, да? Ближе не бывает. Ближе не бывает. Хорошо. Значит, и важно, чтобы жена чувствовала, чувствовала эту любовь. И вот это так, чувствовать свою жену и чувствовать другого, эту заповедь выполнил израильский Арий Левин, равен, Арий Левин. Цадик, который пришел однажды к врачу на хому куку. И когда он спросил, что у вас болит, он сказал, у нас болит нога. Хотя нога болела у жены его. Да, вот жены пришел. У нас болит нога. Ну, а жена, как должна любить мужа? Больше, чем самой себя. Один богач с хорошим положением в общине Иерусалима разорился. Кредиторы забрали у него все. И он был вынужден переехать в район Мешканод, где жил Реп Ария. Это был бедный район, даже без канализации, и во дворах стояли нужники. Ну, у них это бедный район, у нас это обычная, еврейская, да? Молдаванка, тут и центр, везде. Так что это... И вот такой район приехал, чтобы кормить семью. Этот бывший богач должен был карабцать по лестницам и чинить фасады и крыши домов за крошечную паденную плату. Но все соседи видели, как каждый вечер его жена выходила на улицу в дорогой одежде и украшениях. И соседи удивлялись этого, и начали с удачи для ней пускать плетни. Но когда разговаривался Равин, который пришел разобраться с этой женщиной, и вот стала понятна причина такого поведения. Видишь, я сказала соседка, когда муж возвращается с работы, его сердце сжимается от боли и стыда. Он как мертвец. Только подумай, он был так богат, а теперь вынужден быть простым трудягой. Когда я понял, как пал его дух, я решил привести в себя порядок и дожидаться его с работы, чтобы встретить его с улыбкой и поднять ее дух. А они думали, что муж бедный, а она входит в украшениях, значит, как уличная женщина, или что она ему не дает деньги. Но она делает это для чего? Чтобы хотя бы дома он почувствовал себя хорошо. Значит, вот такой комплекс у мужчин часто бывает, если женщина зарабатывает больше его. Да? Вы замечали? Бывает такой комплекс у мужчин, неполноценности и так далее. И женщина должна сделать так, чтобы муж почувствовал себя царем. Видите, он говорит, что его сердце сжимается от боли и стыда. Он как мертвец. Да. Хорошо. Раби Шимон бен Гамлиэль, это сын Гамалиэла, у которого учился Павел, говорил. Раби Шимон бен Гамлиэль. Говорил, если человек запрещает жене работать, он должен с ней развестись и заплатить ей к тубу. Так как леность ведет к безумию. То есть, в принципе, еврейская женщина не работает, да? Есть такая традиция, что женщина должна находиться в семье. Но если женщина чувствует потребность к работе, а муж это запрещает, да? Понятно, есть такая необходимость, когда обоим работать. И это тяжелая необходимость. Но тогда потом уже жена может, допустим, быть семьей. А есть у женщины такие, у которых есть призвание, да? И ей запрещает муж работать. А у нее призвание служить другим, делать что-то, быть адвокатом, дизайнером и так далее. Но я не думаю, что у женщины есть призвание работать на шахте, асфальт укладывать, как у нас это делают, да? Но, знаете, однажды французская одна компания приехала в Советский Союз, но это еще было при советской власти, и засняла, как женщины работают на заводах, как они работают в шахте, как они ударницы, там, коммунистического труда, как они, там, дуют этих коров и так далее. И дальше просто маленькая, все это идет одним блоком, как клип, и дальше маленькая такая табличка. Если хотите, чтобы ваши жены были такими, голосуйте за коммунистов. Да? Но есть, когда женщина хочет работать, и муж ей запрещает, то что тогда? Лучше пусть он с ней разведется, да? Так говорит еврейская мудрость. То есть такой муж недостоин этой женщины. Хорошо, какие же обязанности мужа по отношению к семье, к жене? Мы говорили, помните, сама КТУБА указывает обязанности мужа. Это что? Обеспечить его пропитаниями. Пишите, пишите. Обеспечить пропитание, одежды, украшениями, да? Вот. И сексом. Это выходит в обязанности мужа. Муж не имеет права отказывать жене в сексе. Значит, обязанность пропитания, одежды, украшениями и сексом. Да. И если человек богатый, то жена его должна быть в соответствии с этим богатством. Он не может сказать, хватит с моей жены того, что есть у большинства дочерей Израиля. Так, запишите, приведите это в рамочку. Мужчина должен всегда одеваться хуже, чем позволяет ему его средство. Мужчина должен всегда одеваться хуже, чем позволяет ему его средство. Одевать своих сыновей и дочерей так, как ему позволяет средство. А жену больше, чем позволяет ему его средство. И, значит, он должен постоянно этого придерживаться принципа. Для того женщина и была сотворена из мужчины, чтобы быть костью от кости его и плотью от плоти его, чтобы сердца их были в едины, замыслы их были верными, и между ними было полное согласие. И еще, говорят, если жена твоя невысокого роста, наклонись к ней и слушай слова ее. Это и в физическом смысле, и если она даже во многом тебе выступает, то ты обязан уважать ее и выслушать ее мнение. Итак, функции или роли мужа, да? Мы говорили, если жена, да, она царица, да, то-то, то-то, то-то. Что муж-царь, первое. Царь. Значит, роль мужа, да, мы все выступаем в каких-то ролях. Я могу быть отцом, я могу быть дедушкой, да, я могу быть преподавателем, я могу быть учеником, в зависимости от того, какой я роли сейчас нахожусь. Итак, роль первого мужа – это царь. Первое. Муж несет ответственность за всю семью. Муж несет ответственность за всю семью. К сожалению, вот часто мы плодим таких безответственных людей. Я вам говорю, что решение брать ответственность – это риск. Согласны, что это риск? Да. Вот. Но тот, кто не рискует, тот ничего в жизни не достигает. Поэтому вот те верующие, которые ставят вокруг очень много оград, да, и боятся за них вылететь, они чего-то достигнут, Господи? Нет, в лучшем случае они будут просто посредствовать. Но Бог хочет, да, пусть мы будем ошибаться, да, но мы не должны бояться ошибок. Ошибки всегда можно исправить. А тот, кто не ошибается, нечего исправлять, но и нечего никаких достижений. Итак, муж несет ответственность за свою семью. Второе. Важные вопросы, в том числе и финансовые, да? Муж и жена обсуждают вместе, но решение принимает муж. Важные вопросы. Муж и жена обсуждают вместе, но решение принимает муж. Так. Третье. Муж-обеспечитель и финансист. Муж-обеспечитель и финансист, он несет ответственность за семейный бюджет. Муж-обеспечитель и финансист, он несет ответственность за семейный бюджет. Итак, кроме того, что муж царь, он еще кто? Министр финансов, да? Министр финансов. Он несет ответственность за семейный бюджет. Нет, не обязательно. Он несет ответственность за эти деньги. То есть все вещи, да, все это, что покупается, он обсуждает, да? Желательность, конечно, если у вас не просто так, вот сегодня есть, а уже через две недели нет денег, и вы не знаете, куда они разошлись, да? Моя жена, например, раскладывает деньги по конвертикам. Вот на этой неделе она может потратить такую сумму, на этой неделе такую сумму. Ну, вот мы сейчас обсудили, сейчас вот у нас хуже немножко стало. Некоторое время ей вот не выплатили аванс, да, сейчас вот зарплату, ну, я, слава Богу, вчера кое-что получил. В общем, короче, мы сейчас решили так, что мы будем вести не только понедельно, а будем вести учет, сколько на лекарства, сколько на надежды, сколько на это. Это тоже такой разбух вести, мы, что мы так не вели, но сейчас, видимо, возможно, потому что мы сейчас находимся уже в более тяжелом количестве положении, вся страна согласна, да? Но мы должны это все делать, и мы должны эти все разбухи проверять, да? Ну, я, видите, почему? Я больше в час времени занят таким, как говорится, умственно отдаленным трудом, я витаю в воздухе, на базар, если я хожу, то я выходим с женой, но в основном я беру тачку и везу. И везу, если что-то нужно везти. А какие-то серьезные вещи, ну, допустим, одежду купить или что-то, мы обсуждаем вместе. Или, допустим, сколько детям дать и так далее. Ну, в общем, вот такая вот ситуация. Обязательно ответственность, несмотря на то, что у кого находятся деньги, ответственность, кто несет за эти деньги? Муж. Хорошо, муж – защитник семьи от разных врагов, от духовных и физических. То есть муж – это одновременно армия, разведка и контрразведка. Следующая функция мужа, как царя, да? Муж – защитник семьи от разных врагов, духовных и физических. Значит, муж – это одновременно армия, разведка и контрразведка, да? И ЦРУ, и ФБР в одном лице. Он отвечает за мир и целостность семьи. Муж – защитник семьи от разных врагов, от духовных и физических. Это армия, разведка и контрразведка. Он отвечает за мир и целостность семьи. Пятое. Муж относится к жене, как к царице. Мы уже говорили. Да, четвертое. Армия, разведка и контрразведка, да? Пятое. Муж относится к жене, как к царице. Шестое. Муж оберегает здоровье жены, физическое и духовное. Кто ответственен за здоровье жены? Муж. Муж оберегает здоровье жены, физическое и духовное. По крайней мере, он ее должен наставлять на путь истины. Да. Ну, я, как не знаю, у едаизма разные мнения. Вот, главный мула Египта, мусульманин, он сказал, что жену бить можно. Но желательно это делать карандашом. Вы сами понимаете, да? Хорошо. Сберегает здоровье жены, физическое и духовное. Седьмая функция мужа, как царя. Вопросы благотворительности муж и жена обсуждают вместе, но несет ответственность муж. Вопросы благотворительности муж и жена обсуждают вместе, но несет ответственность муж. Вы знаете, что если женщина дала какое-то слово, да, и необдуманно дала, кто имеет право снять? Муж, да? Да. Или отец. Если эта женщина и не замужем, то тот, кто является главой семьи. Поэтому восьмая функция, это муж имеет власть освободить жену от поспешных и вредных обещаний и клятв. Итак, седьмая. Вопросы благотворительности обсуждают вместе. И восьмая функция мужа, как царя. Муж имеет власть освободить жену от поспешных и вредных обещаний и клятв. Хорошо, а кто мужа освободит? Бог, да? Да. Хорошо. Имеет власть освободить жену от поспешных и вредных обещаний и клятв. Мужа нет и папы нет. Молчи, когда мама. Ну, вы знаете, такая женщина очень трудной ей на свете быть, правда? Но все равно должен кто-то из тех, кто имеет ответственность. В крайнем случае, просите у пастора тогда вашего. Да. Ну, я же говорю, тот, кто имеет духовную власть в семье. Если вы единственный человек в семье. Хорошо. Следующая функция. Муж-священник, да? Муж-священник. Это раздел и тоже семь подразделов у вас. Муж-это священник. Да. Значит, муж-это священник домашней церкви. Он священник для жены и детей. Да, первое. Значит, если какие-то возникают вопросы, к кому жена должна первая убежать? К пастору или к мужу? Да. Муж-это священник домашней церкви. Он священник для жены и детей. Муж-это священник домашней церкви. Он священник для жены и детей. И все еврейские традиции, и шаббат, и так далее. Все. Кто за это ответственный? Муж, да? Хорошо. Второе. Муж-представитель Ешуа в доме. Первое. Коринфянам 11, дробь 3. Муж-это представитель Ешуа в доме. Помните? Хочу также, чтобы вы знали, что всякого мужа глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Да? Имеется в виду Бог. В смысле, отец. Да, потому что тут единство. Единство Божье. Значит, первое. Коринфянам 11, дробь 3. Итак, муж-представитель Ешуа в доме. Третье. Кто ведет молитву? Муж. Да, вот мы молимся вместе, я веду молитву, а потом я говорю, аминь продолжай. И жена моя продолжает, да? И мы уже у нас, у нас свои аминь, да, есть по утрам. И мы уже знаем, кто за какие проблемы молится, и какие проблемы еще возникают. Значит, тоже мы за них молимся совместно. Итак, ведет молитву кто? Муж. Да. Дальше. Муж ходатайствует перед Богом за жену и детей. Четвертое. Муж ходатайствует перед Богом за жену и детей. Муж ходатайствует перед Богом за жену и детей. Так. Пятое. Муж и жена молятся молитвой согласия. Если какие-то вопросы не согласованы, лучше перед молитвой заранее их оброварить. Да? Муж и жена молятся молитвой согласия. Так. Если даже у вас нет там домашней группы и так далее, вы проводите служение в семье? Да? В Песах, например, да? И какие-то другие. И какое самое частое служение у нас в семье идет? Шаббат, да? Шаббат. Шаббат. Вот я был против того, чтобы в субботу забирались домашние группы. Потому что шаббат – это что? Это есть домашние служения. Да? Мы должны заниматься именно этим служением. И шаббат когда начинается? В пятницу вечером. А заканчивается? Субботу вечером. И начинается воскресенье. Да? И когда первые христиане собирались в первый день недели? Нет. Именно на Гавдалу. Именно вечером. Видите? С тем мы увидим доказательства того. Служение затянулось, и один человек упал из окна. Вряд ли апостол проводил такое служение с восьми часов утра и до двенадцати ночи. Скорее всего, с часов все мы не собрались, и вполне могли засидеться до этого времени. Хорошо. Итак, значит, шаббат и другие домашние служения проводит муж. И седьмое – это шестое. А седьмое – муж – это кто? Благословляющий. Это благословение в доме и благословляющий. Это та заповедь, которую Бог дал Аврааму. Да? Помните, как благословлять детей? Да, благословит тебя Господь, да? Как Ефремовы монаши, а девочек Кесара, Ривка и Рахель, да? Лея. И далее. Вы должны благословлять свою жену. Вы должны благословлять своих детей. Хорошо. Следующая функция мужа – муж-учитель. Муж-учитель. Учитель. Значит, муж учит жену и детей Тори. Кто должен учить Тори жену и детей? Муж. Да? Хорошо. Второе. Муж объясняет жене непонятные места в Торе и служении. Где это в Новом Завете сказано? Первое корректина, 14 глава, 34-35 стих, да? Первое, не второе корректина, а первое корректина. 14, дробь 34-35. А, пункт второй, да, пункт второй. Муж объясняет жене непонятные места в Торе и служении, да? Жены в ваших церквах домолчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Какой закон? Да, Тори, закон Тори. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают об этом дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Хорошо. Третье. Муж учит детей, играет с ними, читает им, проводит время в спортивных походах и играх, учит их плавать, учит их преодолевать жизненные невзгоды. Муж учит детей, играет с ними, читает им. Вы знаете, очень хорошо, если вы детям читаете. Не просто сказочку на ночь, вы можете читать из ее произведения. Мы с своим сыном, где-то я до 12 лет, а то я до 13, я ему вечером читал вслух. И это было хорошо и здорово. Это лучше даже, чем телевизор. Согласны? Дело в том, что, когда вы смотрите телевизор или фильм, пусть даже хороший фильм, но это как бы все готовое. Когда человек читает, у него работает мозг, у него работает воображение. А вы один раз засняли фильм, и все, вот как режиссер увидел, как актеры сыграли, да, так оно и остается. Это все равно что, устную тору записать. Хорошо, но не то. Правда? И очень хорошо, когда вы читаете вместе. И обязательно, еврейская мудрость говорит, что нужно научить детей что? Плавать. Плавать. Это обязательно. Потому что если человек не умеет плавать, у него риск погибнуть намного усиливается. Ну, еще, конечно, полезно, если они умеют водить автомобиль, допустим, работать на компьютере и так далее. То есть таким вещам тоже он может научить. Спортивные игры, походы. Это я сейчас такой домосед. А я вам говорю, что раньше мы делали велопрогулки. Вот и Стасу тоже это нравилось. И в Таге, когда я на Сахалине был, тоже гуляли мы. В общем, я был более тогда подвижный. И Стас тоже так своими детьми обращается. Да. Хорошо. И четвертое. Наказывает детей кто? Муж. Если это необходимо, естественно. И еще одна функция мужа – это муж-пророк. Муж-пророк. Даже если он не имеет дара пророка, а жена его во всю пророчествует в церкви с утра до ночи, все-таки как пророка функции, кого? Мужа. Муж ищет тесное общение с Ешуа. Муж ищет тесное общение с Ешуа. Да. Первый подпункт. Муж ищет тесное общение с Ешуа. Второе. Муж вопрошает Бога, чтобы знать его волю в отношении семьи. Муж вопрошает Бога, чтобы знать его волю в отношении семьи. Жена тоже ищет. Бога тоже молится, да, но у жены есть много еще других обязанностей. А у мужа, кроме всего, есть ответственность. Правда? Муж вопрошает Бога, чтобы знать его волю в отношении семьи. Хорошо. И третье. Муж, имея Божье видение, наставляет и исправляет домашних. Муж, имея Божье видение, наставляет и исправляет. Да. Хорошо. Видите? Еще такое выражение. Муж, у которого жена отбирает зарплату, слабак, а отдающий сам – настоящий мужчина. Хорошее? По выражениям. Муж, у которого жена отбирает зарплату, слабак, а отдающий сам – настоящий мужчина. Ну, когда он сам дает. Помните, мы говорили, что муж должен давать деньги жене не тогда, когда она попросит, а еще до того, да? Ну, это в нормальной семье, конечно, где жены нормальные потребности. Хорошо. Сделаем перерыв. Хорошо. Значит, у нас просто уже другой подзаголовок идет. Об отношениях к семье.